Символ. Вы еще, конечно, с ним встретитесь. С этим словом. Давайте чуть-чуть постараемся прикоснуться к тому, что это может значить. Для этого придется вспомнить, что такое слово. А для того, чтобы вспомнить, что такое слово, придется вспомнить, что такое знак. Что такое знак? Дорожный знак. Что в нем есть? В нем есть форма и какое-то содержание. Все ли может стать знаком? Нет. Давайте подумаем. Вот обычный стул. Это знак. Это некий предмет. Вот теперь я беру этот некий предмет и ставлю его вот так. Теперь он запрохожу снять дверь. Теперь он что значит? Не входить. Этот предмет стал знаком не входить. Правда? Я его означу. По большому счету, если мы договоримся с вами, я любой предмет могу сделать знаком. И вы тоже. И ты тоже. Вот договоримся, что твой финал будет означать... Не знаю, что. Что? Не знаю. Хорошо. Констовары. Мы здесь констовары. Значит, если я подержу это вот так, это будет значить... Рекламную товару. Рекламную. Здесь торгуют констовары. И так далее. Все очень просто. Это знак. Садите себе очки. Ничего не значат. Правда? Так. Ну давайте рекламу очков, еще что-нибудь интересное. Вот скажем, я договорюсь, что если я надеваю очки, это значит, я вам расскажу, что я доволен. Правда? И вы доволен, да? Или не доволен? Вам будут очки. Я надеваю очки. И значит, скажем, все получили пятерки. Ура! Ура! Я с ним облачу. Все получили ловики. Все получили ловики. Грустно? Да. Но в данном случае это просто некий знак. Как я условился. Если я очки надеваю, значит, все прекрасно. Если я очки снял, значит, все ужасно. Допустим. Да. Да. Дом. Дом. Можно и по-другому. Можно любой предмет вот так позначить. Правда? Сделать знак. Слово. Слово. Это тоже знак. Слово. Это знак. В слове есть что-то материальное. О-зна-ч-а-ю-ще-е. Оно что-то означает. Правда? И в свою очередь. О-зна-ч-а-е-мо-е. В чем разница? Означающее означающее. Лицом существенным. Чистень сих причин. И то, и другое причастие. Суфикс. Суфикс разный. Смысл разный. Смысл. Давайте от смыслом подзываться. Это означающее. Это значит что? Так, ну как? Означающее. Ну, что-то значимое. То есть, что оно само что-то значит. Означаемое, что что-то помогает ему, что-то значит. Это некий предмет, который что-то значит. Да? А, означаемое это то значение. Тот, проще говоря, смысл, который передается вот этим предметам. Вот в нашем случае означающее. Это стул. Для нас очки означаемое то, что мы приписали ему. Стул поставленный в дверях. Значит, не входите. Мы договорились. Очки надетые. Значит, всем поставим пятерки. Классно. У нас че-то начало. Увы. Не забывайте. Очень нужно, чтобы он в очках. Да. Ну, представьте себе, что в очках. И так далее. Денал поднятый. Означает там то или иное. Итак, означающее и означающее. Вот так строится любой условный язык. Так строится любой другой язык тоже. Только вот связь между этим означающим и означаемым будет чуть более сложной. В наших примерах я просто договорился с вами. Скажите, поняли ли меня другие были? Нет. Нет, конечно, не поняли. В случае со стулом еще пожарок. В случае с очками у меня это наш с вами договор. Нет. Со словом дело обстоит примерно так же. У слова есть своя означающая часть. Это его пледа, протяженность, в звуках. Правда? В слогах, в чего-то еще, в парфемах, если есть. И означающее я. То есть его содержание, значение, смысл. А с символом все еще. Немножко отвлечемся. Определите, пожалуйста, в течение двух с половиной минут. Что такое море? Письменно. Письменно. В море этом. Хотите несколько значений, пожалуйста, несколько. В море этом. Уже готово. Вере с другом. Скажите, можно уточнить. Смотрите, кому-то можно удлинить. Я чуть-чуть. Кому-то можно сократить. Я чуть-чуть. Я не могу. Дальше не получайте. Вы даете определение. Что это? Правда? Правда. Так, что еще удалось? Я не могу сократить. Я не могу сократить. Я не могу сократить. Извините. Вот это как раз много. Согласитесь. Извините. Вот первое было хорошо, да? Ну, сказали, не сократить. Я могу. Можно по-разному, да? Можно по-разному, да? Можно по-разному, да? Можно по-разному, да? Конечно. А вы говорите. Не догадались? Догадались. Так. Ну, почему-то не река, не понятен. Согласись. А, ну да. Вот это может быть река, да? Да, друзья. Так. Я согласен определить, это довольно трудно. Ага. Ага. Тут два начинает, да? Так. Хорошо. Я пока не буду раскрывать, да? Вот. Зато что-то, да? Все похоже. Да? Хорошо. Попытались определить, да? Ну, это согласись, маловато. Да? Это уже ближе к делу. Море это почти что океан, потому что намного меньше. Сейчас, когда тебе это больше. Много соленой воды, в которой купаются много людей. Да, это так. Ну, и на мягке. Можете? Так. Большое количество чего-то, это совсем здорово. Большое количество чего-то. Да, да. Чем-то. Так. Огромный соленый подъем. По размерам больше озера, но меньше океана. Так. Возможно. Значит, еще. Что? Я сейчас на лык. Море. Это там, где мы плаваем после школы. А у меня же такая школа будет. Море это там, где мы плаваем после этой школы. Это тоже хорошая целяция. Так. То есть сначала мы плаваем в школе. Там же можно как чайница. А потом плаваем после школы. Я понял. Вот так. Еще. Смелее. Делаем не для того, чтобы похихикать друг над другом. Я вас уверен. Да? Вот так. Еще. А я взял уже море. Можно? Да. Море. Так. Море. Очень большой объем. Соленый, соленый, по-третью. Далее, да. Более ста... Десяти процентов. Десяти процентов на море. Проминяем. Да? Да. Проминяем. Хорошо. Так. На море. Да? Да. 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 Для этого даем обывающий, например, полуостров. Крым. Скажем, Крым. Что же определить? Так. Море это то, что это... Море это часть мирового океана. Море это часть мирового океана. Море это... Сузское. Море это... Море это... Азонтическое море. Так. Значит, давайте дополняем друг друга. Еще. Можно вслух? Друг, да. Море это водоем, имеющий большое количество воды, ограничивающийся берегом, или впадающий в другой водоем, имеющий определенную особенность. Ну, заметьте, водоем, скажем так, имеющий некое пространство, некое пространство, правда? И ограничивающийся берегом, впадающий в другой водоем, может быть, в океан, да, может быть, в море, да? Замечательно. И имеющий при этом определенную соленость. Так, хорошо. Море это соленое озеро больших размеров. Ну, мы знаем, что море это не озеро, но, тем не менее, чтобы отличить озеро, сказано, что это соленое. И второе значение. Это соленое озеро. Да, просто море. Море это огромное соленое водоем, меньше седнение с миром океана. Огромный соленое. Ну, Каспийское море. Это не море. Да, быть, океан. Каспийское море. Да, вот Каспийское море. Каспийское море с трубой и морей. Да? Да, вот это море. Отношение к мировому океану. Согласен, так, вот Сергей не может. Это как ваши речи считали. Это как ваши речи. Адриатическое море, как считали речи, это соленое водоемо. Кому адриатическое, да? Да. Так, замечательно. Вы попытались сейчас определить слово. Вот теперь пойдем чуть дальше. Сначала есть определение. Ничего. Это простая вещь. Определение. Потом есть вещь чуть более сложная. Это наши с вами ассоциации. Ассоциации. Это те предметы, те понятия, те слова, которые приходят нам в голову. Так, быстро. Море. Быстро. Отдых. Море. Море. Волг. Огонь. Огонь. Телефисы. 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 Крым. Соль. Норвисты. Черепахи. Крым. Крым. Туристы. Вирус. 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 Африка. Возможно. Ещё. Медузы. Ещё. Рыб. Ещё. Море в воду. Ещё. Странно, что никому не пришла в голову простая ассоциация море-суша. Это тоже ассоциация. Антониум. Это тоже ассоциация. Море и не море. Суша. Ну, не обязательно. Это было пришло в голову. А вот дальше идут ассоциации чуть более сложные. Ассоциации культурные. Вот я вам скажу. Море. Гомер. Гомер. И Гомер не Симпсон. Ура. Море. И Мандерштад. Море. И Греки. Море вместо войн. Холоса. Как говорили греки. Холоса. Море. Море вместо войн. Море вместо войн. Может быть. Почему? Море вторая. Потому что землю. Море вторая. Отлично. Да. Море и, скажем, Америка. Екатерина вторая. Море. Екатерина вторая. Можно так не повезти. Хотя, как ни странно, Екатерина вторая на море почти никогда не было. Море первая. Это уже лучше. Море пушки. Море семья. И сам? Я говорю, Море пушки. А море левое. Море пушки. Альбат взволяет. Горо. Значит, мы прошли с вами класс обычных определений, прошли класс ассоциаций и пошли в культурные ассоциации. Они, конечно, у каждого из нас, уж простите, в меру культуры, разные. В чем-то будут одинаковые. В чем-то будут абсолютно свои. Это займет здешнюю позицию. Вот совсем мои. Мои личные. Мало ли, может быть, у кого-то море. Само звучание этих букв ассоциируется с чем-то, скажем, мрачным. Или наоборот, с чем-то светлым, прекрасным. Это ваша частная ассоциация. Большую фуру здесь стоит задать вопросом, с чем ассоциируется слово «море». Они назовут то, что мы сейчас называли с вами. Отдых, море и так далее. А кто-нибудь скажет, скажет, по культурной ассоциации моря? Кто-нибудь, конечно, скажет. Конечно. Но он даже в силу не может ставить пушную. И понятно. Почему? Почему? Потому что... Мушкин на море бывал довольно мало. Нет, потому что море не бывает крыма. Был такой же крымот, как в месте, куда он ездил на Первый Крым. Но он же был по море. Там такой же крымот. Мушкин, конечно, море едет. Это понятно. Да? Да, и Мушкин есть стихия к морю. Умница. Да? Прощай, свободная стихия. Умница, да? Мора, море, свобода, море, счастье, море, опасность. Чуть более абстрактные все эти ассоциации. Эти абстракты все равно входят вот сюда, в определенные. Они иногда бывают опосредованной культурой. А вот теперь что такое символ? Я прощаюсь к этому. Символ берет все вот это и запихивает вот сюда. То есть означающий для символа становится по большому счету само слово. А слово, как вы видите, трудно исчерпаемо в значениях. Это значит, что значение слова определить в конечном счете можно. то вот значение символа определить нельзя. По-хорошему нельзя. По-плохому. Блок нельзя. Значение символа бесконечно. Поэтому, когда Блок использует те или иные слова, он старается их использовать как символ, чтобы их значение было незадуманно, конечно, но раздвоено, расстроено, расчетверено и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если бы их было бы, в конце концов, не исчерпаем мыслей. Мысль понятна? Да. Для сравнения, Кантемиер, которого мы читали с вами, к этому совсем не стремится. Ему наоборот бы важно, чтобы каждое слово значило ровно то, что оно значило. А вот в луке пишет, в пустой траве пропадешь с головой. И это значит, что совершенно необязательно, что ты зайдешь в пустую траву и закопаешься там с головой. Это может значить, что ты пропадешь вот в этой пустой земле. Нельзя в этой траве. Она выше тебе. А выше значит в какой-то степени. В какой-то степени. Лучше. Больше. Ты попадешь в другое пространство. Ты пропадешь там. В этом тихом доме. В этой пустой траве. Где ждет тебя какая-то неизвестная. Заметьте, не названная точка. Симфолисты очень любят не названная точка. Он не говорит, кто это. Жена. Или сестра. Или мать. Это кто-то. Близкий. Родной. Женского пола. Правда? Потому что она обнимет лукой. Оплетет косой. И статная, скажет, страстная. А может быть, это в одном и детстве. Может быть, в одном и детстве. Ради Бога. Некая она. И это она таинственным образом, он так символически перекликается с пространства. В этом пространстве героя обнимает трава. В этом пространстве героя оплетают косой. Обнимают. Как бы заводят к себе. И это пространство ему обнимают. Ему хочется тем не менее в другую пространство. Чужая сторона. Помните. Заплачет сердце по чужой стороне. В этой чужой стороне, помните, идется бой. В своей стороне покой и, возможно, порядок. Но неизвестно, где счастье. Возможно, счастье и есть. В этом возвращении. В том, что его ждут. Вот тут. В этой земле. В странной. Чарующей. Обнимающей. Оплетающей. Заводящей. Запутывающей. Запутывающей. И тем не менее милой и близкой и родной. Это и есть символ. Бог мыслит. И нас с вами призывает мыслить. С символами. Все понятно? Замучил вас? Нет. Гуляй. Продолжение следует. С тем не менее.